всем привет еще одна интересная такая посылочка кто если смотрит мои видео было последнее не последнее предпоследнее с праздником называется где меня сперли желоб короче с этого с улицы водосточка и камера стоит видеонаблюдение но там на камере стоят просто ну как стандартная камера обыкновенная с простым объективом и угол небольшой как бы она не искажает да но угол небольшой а я уже на одной камере делал у меня старый объектив был от экшн камеры я туда вставил я даже видео снимал но я потом запорол короче объектив но в итоге короче я сделал все равно ее как бы она стоит и вот заказал я чтобы сделать простой камеры типа как широкого обзора пары игла заказал вот такие объективы я уже заказывал на экшн камеру что не затерся вот как видно отличие вот такое вот это вот от видеокамеры давай от видеокамеры ну да от камеры видеонаблюдения и вот это будет вот такое я буду ставить я даже наверное вставлю видео которое я как бы делал уже с камерой покажу примерно но с этими хочу новое испытание сделать разберу вот камеру ну вот как видно вот он какой объектив нам стоит я буду ставить вот такой и сделаю уже испытание на улице я показывал ну видите я все-таки на ровставлю вот делал в помещение две камеры ставил один с таким со стандартным объективом и другой насколько угол получается а это я хочу сделать на улице не знаю на на фоне забора я даже не знаю как на скотчем рамки потому что угол я не знаю как угол померить какой будет и будет наглядно также две камеры поставлю на какое-то расстояние и посмотрим так что кому интересно смотрите дальше будем испытывать что получится из этого так сейчас я включу на запись и постараюсь потом вставить видео это возможно возможно и нет и так вот две камеры как бы здесь я вот поменял объектив рука так ладно но я очень не собирал как бы я буду в руке держать просто здесь а это вот со стандартным объективом и вот на одинаковом расстоянии они стоят и смотрите какая разница с объективом от экшен камеры вот здесь вот видно два монитора и так вот как видно с объективом вот камеры держу на одинаковом расстоянии вот выравниваю чисто поэтому по объективом и вот со стандартным видно один монитор и чуть-чуть короче с объективом от экшен камеры видно практически есть рабочий стол в два монитора вот такие вот дела так что сейчас я буду собирать его посмотрю как еще сюда крышка встанет и потом же результат увидим для начала нам конечно же надо разобрать камеру одну я уже разбирал переделывал сейчас покажу потому что я не уверен что у меня осталось видео когда первую разбирал и да я искал как бы камера сразу с широким углом обзора но почему-то или так хреновый искал ну не знаю там пару нашел каких-то это цены начинаются вам учет от тысячу трехсот рублей а если в наших магазинах то по моему я даже где-то если не закрыл вкладку широкий угол обзора солнечная батарея 6000 короче вот три тысячи два мегапикселя запись видео с камера в облако угол 160 но короче все равно дешевле я думаю полутора тысяч не будет а тут же получается объектив 270 рублей на я оставлю ссылки чё-то около того и как показал уже у меня первый с первой камерой опыт что поменять не так то и и сложно это все вот такая вот крышечка получается вот такое кольцо чтобы не засвечивалась от подсветки крепится внутри тоже вот на двух отчетей куда пошла на двух таких шурупах так надо сделать пометку какую-то чтобы потом правильно поставить как как так сейчас мы вот это все отключим все там лежит как вот этот десиликант ну тут какой-то гель он ну типа чтобы не запотевало чтобы влагу собирал тип как вовы и суют вот это во всяких приборах таких все это мы откладываем в сторону вот не знаю как будет видно вот такая камера сама тут сама еще тут шторка она когда свет короче падает механическая слышно как щелкает самое тяжелое было сейчас сейчас покажу что сейчас разберу чтобы не затягивать ускорено переход к не мы отдых мы с мы вы 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 Итак, вот сама подсветка инфракрасная снимается И самое тяжелое было клей счистить Вон, оно залито клеем, как видно Резьба На некоторых камерах я смотрел Вот здесь эти отверстия И там фиксируется, короче, ну типа винтом А здесь же она залитая фигня И, короче, не отрегулировать, например Как надо, по-любому клей надо счищать И, блин, тяжелее всего вот этот Так что я это не буду снимать Короче Это долгое ковыряние Итак, прошло какое-то время Я его все-таки отковырял Сейчас откручу Все почищу Вот как видно Если будет видно, не знаю Сейчас так Вот блестит Там стоит уже сразу инфракрасный фильтр И он получается Шторка открывается-закрывается Вот его видно Когда на ночной режим переходит Она уходит Получается дневной Она включается И вот здесь вот нету Как видно Этой стекляшки А на этих линзах Как видно, вот он стоит Вот этот фильтр Как раз И его надо тоже будет убрать Тоже займет какое-то время Я потому что не помню как А, я там грел И получается из-за этого я испортил На том объективе Получается все Линзы были стеклянные А вот та последняя Вот за этой Оказалась пластиковая И я, короче, грел Объектив И расплавил ту линзу Но я ее отполировал Правда не так хорошо Как бы изображение Чуть-чуть Как бы такое Ну, не очень качественное стало Но все равно работает Вот эту удалить надо Линзу Так Все Ждем опять Ну что ж Давайте попробуем Снимем это стекло Надеюсь, я не расплавлю Как свой старый Блин Блин Ну он прям вообще горячий Ай, блин Стекло откололось Короче, оно Скалывается Ну еще погреет Что-то отклеиваться не хочет Даже тут он клей Уже Плавится А вот Отошло Все Ну, вроде все Его уже разбили Вон оно видно Что это фильтр Выкидываем Его уже назад не поставишь Сейчас Вкрутим Проверим Итак Сделал сразу Вот такую штуку Высверлил отверстия До конца Потому что они до конца были Нарезал резьбу И поставил сюда винт Потому что В прошлый раз Я столкнулся с такой фигней Не подумал Тут-то диаметр меньше Вот он, например Вкрученный И можно Снимать И ставить Не напрягаясь И когда я первый раз Сделал Я же накрутил объектив Все как полагается Силиконом Замазал Думаю Надо же поставить Вот эту фигню Оп Она сюда не лезет Нифига Пришлось Короче Опять Все счищать Откручивать Ставить эту штуку На место Вот как сейчас Потом закручивать Объектив Вот так вот Неудобно И потом Представляете Как пришлось Вот туда Вот Он сейчас не закрученный А он когда закручивается Он вровень Почти со светодиодами С этими Ну да С диодами Становится И получается Вот туда Вот так Вот там Гвоздиком Короче Залазил Замазывал И поэтому Я сделал винт И отверткой Просто зафиксирую И все Так Все собираем А вот Ну Вот он Собирает Вот так Вот так Вот собираем Итак Не все так просто Получилось Как в первый раз Здесь вот Пришлось стачивать И надеюсь Что этой глубины Хватит Вот как получилось Сточил Ну тут не видно будет Тут стекляшка Ну где-то Около двух миллиметров Наверное Сточил И если замерить Например Вот Заводской Сколько у нас Где-то 1.32 Ну 1.3 Короче Сантиметра Получается Вот А здесь же Ну вот он Сразу видно Так А здесь полтора Вот ты пожалуйста Полтора миллиметра Разница По высоте Ну надеюсь Подойдет Шторка Срабатывает Слышно Но надо еще Закрутить Не хватает А чем Закрутить Этой крышечкой О Почти поймали Почти поймали Еще чуток И так И так Приступим К полевым испытаниям Соорудил я Вот такой Кронштейн Линеечку Подставим Выставим В одной плоскости Чтобы были По горизонту Они И так В одной плоскости Вертикально И так Вот до забора Три метра И сейчас Уже посмотрим Вот они Как отличаются Тут вот такая Такой глаз А тут вот такой глаз И уже сейчас посмотрим Как видно с них Такой глаз А тут вот такой глаз И уже сейчас посмотрим как видно с них и так вот как видно камеры стоят одинаково и заметно какой обзор вот у стандартной камеры виден но буквально вот получается от столба и до столба но еще чуть чуть туда короче а у камеры с замененным объективом вы сами видите короче здесь сколько вот получается и почти до другой секции вот ну практически и это получается на 3 метрах грубо говоря старый объектив берет 4 метра обзора новый 6 метров и по высоте тоже как бы заметно что тут еще не было вон сколько на старом короче фигня вот плюсы замена объектива правда не знаю как по качеству будет потому что уже как бы вечер посморно уже пол пятого времени но результат налицо как бы все я думаю наглядно показал всем пока и до новых встреч